Чёрный дым «Как холодно! Почему так холодно? И мокро! Мокро-то почему? Что со мной произошло, что я и вымок, и замёрз? Нет, серьёзно, что произошло? Я совершенно ничего не помню. Нет, что-то помню. Помню Аяку с копьём. Помню надвигающиеся корабли культистов. Больше ничего не помню. Как ножом отрезало. Полная пустота и чернота в голове. Я не помню даже боя. Бой был. А что было после боя? Как я из пустыни перенёсся туда, где холодно и мокро? Может быть, я в оазисе упал в озере? Нет, чушь. Тогда было бы жарко и мокро. Или как минимум тепло. «Холодно в пустыне может быть только ночью. Может быть, сейчас ночь? Не зря же вокруг так темно, что даже звёзд на небе не видно? Нет, стоп. Это мои глаза закрыты, поэтому и темно. Надо открыть. Осмотреться. И понять, что же происходит». Да, легче сказать, чем сделать. Глаза ни в какую не открывались. Будто веки шире между собой. Никакие усилия не могли заставить их открыться. Максимум чуть-чуть приоткрыть до узенькой щели, через которую даже свет едва пробивался. Моментально заболела голова и нехорошо заворочался желудок. Странное и очень мерзкое ощущение. Одновременно и подташнивает, и скручивает голодными судорогами, будто я двое суток ничего не ел. Да что же со мной происходит? Никогда ещё в этом мире я не чувствовал себя так мерзко. Даже когда лишался сил демона и вынужден был полагаться только на свои природные данные. Даже в окружении чумной паутины, даже с обожжённой половиной тела, никогда ещё я не чувствовал себя таким беспомощным. Кстати, о демоне. Рогатый, ты тут? Кто ещё из нас рогатый? Где твоя баба? Если бы я видел, может, я бы тебе ответил. Скорее всего, где-то рядом. Ни хрена. Рядом нет ни капли магии. Ни одной твоей бабы, ни второй. Говоришь так, будто ты не видишь. Я и не вижу. Я же смотрю твоими глазами. Говорю только о том, что тебе без меня недоступно. О магии. Понятно. Ничего толкового от демона не добился. Снова придётся всё делать самому. И в первую очередь надо открыть глаза. Не знаю, сколько я мучился, но ценой нечеловеческих усилий глаза я всё же разлепил. По чуть-чуть, по миллиметру, каждый раз заново привыкая к палящему солнцу. Пытался поднять руку, чтобы прикрыли глаза от жёстких лучей, но руки не слушались. Сперва в голову пришла ужасная мысль, что я каким-то способом получил травму позвоночника и потерял контроль над телом. Но потом понял, что чуть-чуть шевелить руками я всё же могу. Просто это практически невозможно заметить из-за большого сопротивления окружающей среды. Плещущейся окружающей среды. Я что, в воде? Это бы объяснило и холод, и почему мне мокро. Хотя нет, холод бы не объяснило. В пустыне не бывает так холодно, если только ночью. А ночью не бывает солнца. Хотя, судя по окружению, я уже и не в пустыне. Скосив глаза, я зацепил краем зрения густые кроны деревьев и окончательно в этом убедился. Нет таких деревьев в пустыне. Там только пальмы и кактусы. Итак, я не в пустыне. Тогда где я? И как я здесь оказался? И почему ни хрена не помню? Следующие три вечности я занимался тем, что пытался расшевелить собственные конечности. Они закостенели от холода, промёрзнув буквально до костей, и приходилось заставлять их двигаться, начиная с движений кончиками пальцев с миллиметровой амплитудой. На правую руку ушло минуты две, не меньше, зато, когда я смог её поднять, дело пошло намного веселее. Пусть она всё ещё была деревянна и плохо слушалась, теряя по пути половину посланных ей нервных синапсов, но она хотя бы двигалась, и с её помощью я мог разминать остальные конечности, помогая разогнать застоявшуюся кровь. Не меньше десяти минут ушло у меня на то, чтобы привести тело в такое состояние, в котором я смог бы сесть. Сесть и осмотреться, поворачиваясь всем телом, потому что шея отдельно поворачиваться отказывалась. И когда я повернулся вправо, то сильно об этом пожалел. Буквально в каких-то пяти метрах от меня, очень удивлённый тем, что плесневелая коряга внезапно зашевелилась, стоял огромный бурый медведь. Смотрел на меня, сжимая в челюстях дохлую рыбину, и не шевелился. Как загипнотизированный. Я не шевелился тоже. Проверять, кто из нас сильнее, трёхсоткилограммовый зверь или человек с возможностями демона, который ещё не факт, что работает в моём нынешнем состоянии, совсем не хотелось. Вроде я слыхал, что если замереть, то хищники перестают воспринимать тебя как добычу. Надеюсь, что это правда. Потому что убегать сейчас я не смог бы. По множеству причин. Не говоря же о том, что бегство вроде бы наоборот провоцирует хищников на атаку. Медведь пошевелил носом, шумно вдохнул и выдохнул, будто действительно потерял меня из виду, и теперь пытался вынюхать. Чёрный кожаный нос, размером с мою ладонь, описал в воздухе несколько восьмёрок, снова шумно втянул в воздух, маленькие глазки недоверчиво сощурились, будто медведь никак не мог сопоставить информацию от разных источников чувств. И, наконец, приняв какое-то решение, хищник развернулся на задних лапах и почесал прочь. Почувствовав вжжение в груди, я впервые за всё это время игры в гляделки выдохнул. Не знаю, что конкретно помогло, то ли то, что я не шевелился, то ли то, что мокрый насквозь, я, скорее всего, и пах тоже, как болотная коряга, то ли медведь чуял во мне скрытую опасность. Не знаю, что помогло, но хорошо, что помогло. Драться с медведем, даже если демон во мне жив и здоров, и я смогу воспользоваться его возможностями, всё равно не хотелось. Наконец, толком осмотревшись, я выяснил, что сижу на берегу реки, или, вернее, будет сказать, возле берега, на мелководье, глубиной как раз столько, чтобы меня не снесло течением, и как раз столько, чтобы я не захлебнулся. Река широкая, переплыть можно, но не мне, с моими далеко не лучшими навыками. Но не очень быстрая, наверное, только поэтому меня и не утащило течением ещё дальше. Что меня тащило течением вообще, было совершенно очевидно. Как-то же я здесь оказался. На мне была вся та же одежда, в которую я был одет в тот момент, когда узнал, что копьё всё это время было у аяки. Белая рубашка с воротом на шнуровке и белые штаны. Полусапоги из коричневой кожи, разве что белая солнцезащитная хламиды отсутствовала. Вся одежда, конечно, была мокрая насквозь и пестрела многочисленными дырами, словно меня волки грызли, но зато сам я был практически невредим. Внешне, во всяком случае. Приведя в порядок и ноги тоже, я кое-как встал на четвереньки, выполз из воды и растянулся на гладкой, шелковистой береговой траве, подставляя спину солнцу. Пока оно прогревало меня, я продолжал поочерёдно напрягать все мышцы организма, о которых смог вспомнить, возвращая их к жизни. Когда холод немного отступил, я перевернулся на спину и закрыл глаза, предоставляя себя светилу. «Богатый, почему мне так хреново? Никогда же не было такого». «Понятия не имею, говорю же. Я точно так же ничего не помню, как и ты». «Мы могли так сильно огрести в драке с культистами, что теперь помираем?» «Сомнительно. Где тогда раны? Или хотя бы следы от них?» «Логично. Тогда что с нами? Есть хотя бы идеи?» «Не знаю. Если ты забыл, то я тебе напомню. Ты первый носитель, с которым я связался, и подобного опыта у меня еще не было». «Но ты же что-то чувствуешь. Какие-то изменения, может?» Демон ненадолго затих. Я буквально кожей чувствовал, как он напряженно думает, анализируя самого себя. Почти так же, как совсем недавно я делал со своим организмом, только в своем демоническом плане. Вряд ли у него есть организм в полном его понимании. И что он там в себе анализировал, я не скажу точно. «Но явно что-то было». «Я чувствую себя полнее». «В смысле? Толще?» «Клаун». «На себя посмотри. Думаешь, до хрена понятно, что ты имеешь в виду?» «Я не смогу тебе объяснить. Меня стало больше. Я будто стал сильнее». «Наверняка это потому, что я давно не пил зелье». «Как давно?» «Откуда же я знаю?» «Но явно давно, раз меня из шалиха до рекой куда-то унесло. Суток двое, не меньше. Как мы вообще выжили, находясь без памяти двое суток?» «Со мной ты и не такое можешь. Даже если формально я в отключке». «А ты высокого мнения о себе». «Почему-то же мы живы. И это точно не благодаря тебе. Не в этот раз». «Радует, что ты хотя бы частично меня признаешь». На этом разговор с личной шизой я закончил. Как раз прогретый солнцем и, наконец, начавший циркулировать в штатном режиме кровью, мышцы перестало сводить мелкими судорогами, и я смог, пошатываясь, встать и еще раз осмотреться. Основательнее. Лес. Не знаю, какой лес. Какой-то лиственный. Не разбираюсь в деревьях. Я все же боец, контактник, а не ботаник. Явно не шалихатский лес. Вот что главное. Такие деревья с густыми кронами широких зеленых листьев просто не выжили бы в пустыне из-за своего дикого испарения воды. К тому же не помню, чтобы в пустынях реки текли в окружении земляных, а не песчаных берегов. Это, конечно, если в пустыне вообще есть реки. Остается только выяснить, где я и как сюда попал, и почему. Именно в таком порядке. Потому что только в таком порядке эти вопросы обретают смысл. Правда, это не единственные актуальные вопросы на данный момент. Еще очень хотелось бы знать, где Тора и Аяка. Живы ли они, и что нас разделило. Но эти вопросы стоят в самом конце списка. Потому что прежде чем искать девчонок, сначала надо найти самого себя. Это еще хорошо, что я пришел в себя днем, а не ночью, с реальными шансами замерзнуть нахрен без солнца и возможности развести банальный костер. Повезло, что день сейчас солнечный, а не дождливый, что грозило теми же проблемами. Да, я все еще не до конца высох. И в подмышках, и промежности было влажно, но это мелочи. Досохну на ходу. И когда же ты собрался? Искать людей. Должен я хоть как-то выяснить, где я оказался. Если я правильно понимаю, языковой барьер мне не помеха, даже если я оказался в землях Фейри. Так что договорюсь. На твоем месте я бы не был так уверен в этом. Это еще почему? Андрацкий и Шали ты понимал, потому что их знаю я. А язык тех же Фейри я не знаю. Не уверен, что ты сможешь их понимать. Ого! А откуда ты знаешь Шали и Андрацкий? Из прошлой жизни. Даже из позапрошлой, когда я еще был жителем этого мира. Расскажешь? Нет. Точно не сейчас. Ловлю на слове. Не сейчас, значит, попозже. Лови сколько угодно. Сначала я сказал нет. Окей, мистер Демон. Потом так потом. Так вернемся к вопросу, куда ты собрался. Я имею в виду, куда именно ты собрался. В какую сторону? Хороший вопрос, признаю. Не знаю. Пойду перпендикулярно к реке. Ну, в смысле, как смогу перпендикулярно. Рано или поздно я выйду на дорогу, а если повезет, то и к какому-то поселению. Только сначала найду, чего поесть, а то желудок подводит. А к чему ты спрашиваешь? Не припомню, чтобы раньше тебя интересовала подобная конкретика. Возможно, я смогу тебе кое с чем помочь. Приглядись повнимательнее к тому месту, где медведь с рыбой был. Я недоуменно обернулся на реку и осмотрел берег. Зачем это? Просто потрать одну минуту, и все поймешь. Пожав плечами, я снова подошел к реке и отыскал место, где мокрую землю усеивали глубокие следы широких лап, уже начавших заполняться мокрой водой. Присел, рассматривая их. Ну и? Воду посмотри. Я перевел взгляд на водную поверхность и охнул. В воде, едва заметная из-за отблесков и бликов, виднелась крупная чистая рыболовная сеть, в которой трепыхалось несколько запутавшихся рыбешек. Оказывается, косолапый не просто ловил рыбу. Ленивый потапоч вытаскивал ее из сети, не напрягая себя рыбалкой. Какой хитрец! Посмотрите на него! А ведь, если подумать, эта сеть мне жизнь спасла. Она стоит выше по течению, чем место, в котором я пришел в себя. Так что, скорее всего, именно за нее я и зацепился, пока плыл по реке. Именно она изменила мое направление движения и позволила оказаться на берегу. Информация, конечно, занятная. Только вряд ли демон это имел в виду. Или это намек на то, чтобы я последовал примеру медведя и отведал сырой рыбы. Идиот! Кто-то же сюда принес эту сеть, чтобы поставить. Действительно, идиот. Об этом я совершенно не подумал. Кто-то действительно принес сюда сеть и закинул ее в воду, прижав край на моем берегу большим камнем. Большим камнем, который, судя по всему, привел окле откуда-то из глубины леса. Борозда в земле была уже осыпавшаяся и оплывшая. Она явно появилась не час назад и даже не сутки. Минимум двое, а скорее трое. Кому могло понадобиться забрасывать сеть на трое суток? За это время вон даже медведи навострились таскать из нее рыбу. А рыбак так и не вернулся за ней. Странно? Еще как. Но главное, по этой борозде можно выследить, откуда камень приволокли. А там, возможно, найдутся какие-то еще следы, которые приведут к месту обитания рыбака. Наверняка это какая-то деревня или даже город. Учитывая, насколько скоропортящийся товар речная рыба, вряд ли рыбак возил ее куда-то далеко на продажу. А судя по сети, вряд ли он ловил ее исключительно для собственного пропитания. «Спасибо, рогатый, выручил. Теперь не придется блуждать слепую. Теперь я имею хоть какое-то направление». Демон мне ответил. «Ну и ладно. Я уже привык». Борозда в земле увела меня в чащу леса и кончилась примерно метров через двести. Зато нашелся другой след из сломанных веток и примятых кустов, которые уже частично распрямились обратно. Рыбак или рыбаки явно тащили сеть на руках, на лошади или тем более телеги по такой чаще просто не проехать. Вот и громили все подряд, оставляя за собой натуральную просеку. Прикинув ее направление, я пошел по ней, никуда не сворачивая и не прячась. Если посчастливиться кого-то постречать, пусть знают, что я зла не таю и никакой опасности не представляю. Но за полторы сотни шагов по мху, траве и корягам я никого не встретил. Да что там никого не встретил? Я даже ничего не услышал. И когда до меня это дошло, я даже остановился прямо на середине шага и за всех сил прислушался. Лес не бывает тихим. В нем всегда орут птички, стрекочут белки, шуршат листой кабаны и змеи. Но то в нормальном лесу. А здесь царила мертвая тишина. Вот именно, мертвая. Будто все живое тут или вымерло, или затаилось в страхе смерти. Может, они все меня боятся? Лестно, конечно, но маловероятно. Ранее такой реакции от лесных обитателей я не замечал, а по лесам побегать пришлось доволь. Да и медведь вон не спешил от меня деру давать, а вроде как сначала даже подумал напасть. Что же происходит? Ответ дать было некому, даже демон молчал. Поэтому не оставалось ничего другого, кроме как пожать плечами, вздохнуть и пойти дальше по просеке, которая еще через две сотни шагов наконец привела меня к деревне. Наверное, все деревни этого мира строят по примерно одной схеме. По крайней мере, с виду она была точно такой же, как та, из которой мы с Торой воровали одежду в самом начале моего пребывания в этом мире. Никаких заборов, никаких оград и чистоколов, просто лес внезапно кончился, после него метров пятьдесят зеленой мягкой травы и первые дома. Одноэтажные, двуххатными крышами, из дерева, из камня, а где-то из того и другого вперемешку, зажимающие между собой узкие улицы из накатанной и утоптанной земли. И никого. Ни единого человека не было видно в этой деревне, как будто они тоже все вымерли, следом за лесными обитателями. Но даже если они и вымерли, то совсем недавно. Деревня не выглядела заброшенной. Были целые стекла в окнах, были целые распахнутые двери, редкие матерчатые навесы, еще не изорвало ветром и вообще не сорвало к чертям собачьим. Очень плохой знак, когда деревня как живая, но, сука, не живая. Особенно если из-за домов такой деревни откуда-то из центра поднимается облако рассеянного черного дыма. Субтитры создавал DimaTorzok